библейский портал экзегет.ру представляет книга Иисуса Новина первая глава перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет но прежде чем начать ее читать как всегда пара слов об этой книге причем книги Иисуса Новина приходится говорить эти слова с какой-то особой что ли осторожностью знаете если было голосование вот как нам сократить библию я уверен что 90 процентов проголосовала бы за исключение этой книги из состава библии ничего в ней нету хорошего на первый взгляд потому что в ней описаны вещи которые сегодня называются этническими чистками геноцидом есть всякие международные суды которые за это преследуют а то есть была земля ханаан там жили свои жители хананеи пришли израильтянин сказали это наши отняли кого убили кого оставили в живых но в основном поубивали всех вообще так бывает часто даже вот относительно недавней истории примеры этого можно найти позвольте уж я не буду приводить название стран и местностей где это происходило но происходило и всегда это вызывает бурь возмущения требование наказать ответственных за это решение а кто ответственный за это решение в книге Иисуса Новина Господь ничего себе я в такого бога не верю говорят люди я верю в бога нового завета он добрый он бог любви а это бог ненависти и вполне всерьез вот глядя на такие тексты как Иисус Новин но не только многие люди и в древности считали что бог ветхого завета это какое-то злобное племенное божество которое всех ненавидит кроме евреев это конечно не так но для того чтобы понять что это не так но наверное надо прочитать эту книгу без какой-то предвзятости а какая тут может быть предвзятость а предвзятость главным образом в том что мы накладываем современную систему наших этических норм на древность и мы говорим на чё же Иисус Новин не передвинул танковые дивизии не ударил авиации на Хананеев но смешно потому что не было ни танков ни авиации но точно также не было Женевской конвенции о правах военнопленных или каких-то законах законов об обращении с мирным населением более того вообще не было представления о войне как о таком но благородном занятии если ее вести по правилам то в принципе все хорошо на самом деле довольно позднее представление а война это что это такое это вынужденная необходимость да то есть но на нас нападают мы отбиваемся или Господь повелел напасть нам на эти народы мы не то чтобы хотели хотели ли израильтяне напасть на Ханаан да нет мы читали пяти книжек довольно много и подробно о том как они отказывались это делать и в какой-то момент выясняется что в общем им некуда деваться что это им поручил Господь это не снимает главного вопроса почему Господь поручил им истребить местные народы но по крайней мере давайте начнем наш разговор стоит правной точки что в те времена представления о войне сильно отличались от современных не предполагали никакого гуманного отношения к побежденным к мирным жителям самого такого понятия не было потому что воевали народы не армии профессиональные да вот сегодня человек в форме со знаками различия он военный и на него распространяются одни нормы он дома он в гражданской одежде он гражданский на него распространяются совсем другие такого не было народ воюет против народа а так почему же все-таки Господь повелел их истребить нельзя ли было повелеть их обратить в единобожие раз они уже такие язычники если они не обращаются но допустим их изгнать мы попробуем ответить на этот вопрос но по мере чтения после того как мы сей раб господа умер на этом заканчивается второзаконие последняя книга пяти книжек господь сказал его помощнику иисусу на вина на вина то есть бы ну по-русски на вина вошло вот в такой форме вообще-то это отчество нунович иисус имя которое переводится как господь спасает ешу ехошуа не случайно это имя было дано и родившемуся от марии младенцева которую мы читаем в евангелиях и можно кстати сравнивать какие разные были способы спасения тогда и в новом завете ну конечно когда ему давали это имя никто об этом не думал это был просто одно из имен и так вот сказал его помощнику иисусу на вину моисей мой раб умер теперь переведи народ израиля через ордан а они стоят вот перед орданом за которым начинается хана в страну которую я дарую этому народу я отдал вам все земли куда ступит ваша нога так я обещал моисею от пустыни от ливанских гор до великой реки эфрата включая всю землю хетов и до великого моря на западе все это будет ваша страна то есть ефрат это между речи и средиземное море но историческая территория израиля занимала гораздо меньшую область до ефрата в общем-то из ритя не особо никогда не доходили но тут как бы с запасом да никто не сможет тебе противостоять до самого конца твоих дней я был с моисеем и точно так же я буду с кину будь твердым и стойким ты сделаешь эту страну владением сынов израилевых я отдаю им эту страну как поклялся их отца смотрите то что нас сегодня интересует больше всего геноцид здесь даже не упоминается упоминается что будь твердым и стойким я с тобой вот собственно отправная точка с которой начинается любое активное действие для верующего человека дальше я дам эту землю сынам израилем как клялся их отцам то есть то что происходит это не просто некоторая борьба но всегда есть даже в животном мире одна стая от другой стаи защищает свою территорию а та хочет ее отнять запросто коты дерутся на улице наших городов можем от наблюдать довольно часто за территорию за самок и так далее и у людей то же самое но это не совсем та история господь говорит я отдаю почему отдельный вопрос он в этой книге будет упомянут будь же твердым и стойким строго соблюдая исполни закон который тебе велел соблюдать мой раб моисей ни на шаг не отступают этого закона тебе повсюду будет сопутствовать успех пусть слова из свитка закона непрестанно будут у тебя на устах повторяя их днем и ночью строго соблюдая исполни все что написано в этом свитке и тебе будут сопутствовать удача и успех я повелеваю тебе быть твердым и стойким не рабе и не бойся с тобой везде будет господь твой бог еще еще раз вот это будет стойким и не отступают закона вот можно начинаем приближаться к ответу в чем смысл этого завоевания обычные завоевания проводятся по модели отчет нам понравилась вот эта земля мы хотим ее себе или отчет нам не нравится вот эти вот люди мы хотим их убить постоянно это в мировой истории происходил нередко кстати всякие такие действия предпринимались будущем со ссылкой на книгу иисуса новина например американские колонисты захватывая территории индейцев любили ссылаться на эту книгу с одной только маленькой оговоркой никто им не объявлял что такова воля бога чтобы они отняли у индейцев эти земли это их собственное решение а здесь про землю даже не идет речь про саму по себе идет речь про то что вот ты должен исполнять закон значит эта земля должна быть населена народом который исполняет закон иисус велел старостам обойти весь стан и передать народу приказ готовьте еду в дорогу через три дня вы придете ордан чтобы овладеть страной которую вам дарует господь ваш бог ну это не исключает практических приготовлений это понятно а племени рубима племени гады и половине племени моносии иисус сказал напомню там 12 племен у которых будет своя территория племени левитов у которого нет значит вот двум с половиной он говорит помните какой наказ вам дал моисей раб господи господь ваш бог отдал вам эти земли даровал мирную жизнь напомню что в пяти книжах об этом шла речь когда делили территорию второзаконии то соответственно часть за иордане который уже захвачена до перехода иордана остается этим двум с половиной племенам но они должны участвовать завоевание вы же теперь ваши жены дети и скота остаются здесь за иорданом на своих территориях на землях который вам дал моисей а вы воины идите в боевом строю в первых рядах сынов израилевых помогайте им пока господь не дарует им мирную жизнь как даровал ее вам а когда они овладеют той страной которым дарует господь ваш бог вы вернетесь в свои владения в земли который вам дал моисей раб господа к востоку от иордана они ответили иисусу мы выполним все что ты повелишь мы пойдем туда куда ты прикажешь мы будем повиноваться тебе как повиновались моисею только пусть господь твой бог будет с тобой как он был с моисеем чтобы ты не повелел нам всякий кто тебя ослушается не подчинится твоему приказу будет предан смерти только ты сам будь твердым и стойким на этом заканчивается первая глава и начинается книга давайте обратим внимание насколько другой народ вот в исходе в других книгах пяти книжей мы видим толпу испуганных рабов которые бежали из египта и которым во-первых но совершенно не интересен господь его законом до моисей куда-то ушел они золотого тельца делают устраивают праздник его честь у них без конца какие-то собственные пожелания пререкания и так далее вот они 40 лет шли по пустыне и теперь это народ который единодушно принимает определенное решение готов следовать за иисусом новином в исполнении закона это другой народ ну что ж мне кажется ответили на вопрос зачем их было водить 40 лет по пустыне когда там ну за год совершенно спокойно нет египта бы до ханаана прошли но отчасти это и подсказка о том почему именно этот народ будет жить ханаане но об этом прочитаем еще дальше